Дальневосточная весна Дальневосточная весна За дирижерским пультом в этот вечер стоял гость из Южной Кореи Маэстро Но Тэ Чол Дальневосточная весна Дальневосточная весна Он профессор этой школы. И потому что маэстро Анно, он старается сделать программы филармонические достаточно интересными и увлекательными, привозит интересных вокалистов, например. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Еще одна традиция дальневосточной весны – это особое внимание к классике. Когда задумывали фестиваль еще в прошлом веке, перед ним ставили главную задачу – пропагандировать музыку Бетховена, Шопена, Чайковского и других великих композиторов. Это основа, которая позволила фестивалю сформировать свое лицо. И вполне логично, что в программе первого концерта 26-й дальневосточной весны звучала музыка Моцарта, Безе, Бородина, Шостаковича. И каждое произведение так или иначе соответствовало заявленной теме. Каждая заряжала весенним настроением. Владивосток, все знают, что такое море, но порой, знаете, мне кажется, что они забывают, какое это богатство. Вот приехала певица прекрасная из Якутска, с нами выступала в первый день, и она сказала, какой романтический у вас город. То есть море, оно рождает вот эту удивительную, неповторимую атмосферу. А мы за нашими повседневными делами порой забываем об этом. Вот фестиваль напоминает нам о том, что мы живем в прекрасном городе, что у нас прекрасная, красивейшая природа, что у нас такой романтичный город. И музыка, она у нас была подобрана вот именно таким образом. То есть звучало, пожалуй, самое масштабное симфоническое произведение, посвященное морю. Изюминка вечера стала исполнение оркестрового шедевра Клода Дебюси – симфонического ноктюрна «Море». Субтитры создавал DimaTorzok Дебюси. Дебюси – дело в том, что композитор, он с детства полюбил море, и он говорил, что море – это все, что есть самого музыкального в природе, в мире. И произведение это он, можно сказать, что написал непосредственно, вот под шум волн он писал, потому что лето 1904 года он проводил вместе с любимой женщиной, будущей своей супругой, на побережье. И он в это время как раз работал над морем. Крупное произведение из трех частей, каждая часть имеет название, очень интересное. И, пожалуй, это очень такой тонкий, очень хрупкий, очень точный и романтичный, опять-таки, портрет моря в разных состояниях. То есть море у Дебюси – это живой организм. И, пожалуй, это очень интересное. И, пожалуй, это очень интересное. Замечательное мероприятие. Вы заметили, как всегда полон зал. Все наши жители, уже гости Приморья, постоянно ходят на это концерты. Это праздник, праздник для всех. Приятно послушать музыку, приятно посмотреть артистов и вообще доставляет удовольствие. Радость, настроение, ну и, что, ну, наверное, все хорошее. Симфонический оркестр, музыка симфоническая. Корейское выступление очень нравится. Я не первый раз в прошлом году была, поэтому хочу еще раз посетить. Еще важная традиция фестиваля «Дальневосточная весна» – открывать таланты. Ежегодно на сцену филармонии выходят юные музыканты, победители конкурсов городских, региональных. И мечта играть на большой сцене этой весной для них стала осуществимой. Это как раз то место, куда ходят наши ребята на концерты, слушают профессионалов. И когда они вступают на эту сцену, для них это, конечно, очень ответственно, что на этой сцене играли такие, как наши знаменитые скрипачи, которые приезжали сюда. Не только скрипачи. Поэтому для них это, конечно, очень ответственное выступление. Специально для того, чтобы выступить в программе такого серьезного фестиваля, Ольга Наулина объединила два оркестра – шестой и восьмой школы искусств. Среди струнных выделяется кларнет. Несмотря на благородное и глубокое звучание этого деревянного духового, не так часто наши дети учатся играть на этом инструменте. Дыхание нужно очень мощное. Нужно не переусердствовать с нажатием губы на трость. В общем, играть на каранде все очень сложно. Этот концерт объединил исполнителей на разных инструментах – струнников, пианистов, духовиков. Хор, оркестр. Юные музыканты приехали из разных уголков Приморья. Вот, например, дуэт из села Вольно-Надеждинское. Для фестиваля во Владивостоке они подготовили зажигательную кадриль. Ну, я думаю, что для детей это очень важно. Играть на таких, я бы сказала, замечательных сценах. Во-первых, нужно показывать свое искусство, свой талант. Не бояться этой сцены. Мы приучаем их буквально с первых уроков. Они играют на маленьких сценах. И, конечно, когда ребенок выходит на крупную сцену, он должен себя почувствовать уже артистом. Мы готовимся с самого начала, наверное, с самого первого года их обучения. Это достаточно серьезный концерт, но и он одновременно и очень такой желанный концерт, я бы сказала, для детей. Потому что на самом деле все они хотят выступать на сцене. Естественно, когда они добиваются таких высоких результатов, хочется где-то еще сыграть на большой сцене уже, большой публике, представить свое мастерство уже. Поэтому для нас, конечно, этот концерт – большая награда. КОНЕЦ Когда играю на сцене, я чувствую небольшой страх и радость. А радость от чего? За то, что я пришла на нее. Ну, я не очень боюсь, конечно, играть на большой сцене, потому что много раз уже играли с Соней на разных сценах, даже побольше. Так что я очень хочу с ней сыграть баркерол, который мы сыграем. Очень хочу, потому что я знаю, что мы ее хорошо сыграем, что мы будем работать вместе. Вивальди, эмоушн оркестра, весна, концерт в трех частях. Юрий Медяник и его эмоушн оркестра – еще один почетный гость Дальневосточной весны. На фестивале представил самую оригинальную программу, показав, как можно переосмыслить классику. Музыку титана барокко Медяник подавал под соусом танго. О том, как сочетаются солнечные очкары, Мерой Мелонго с зимой Вивальди, о том, как рождаются гениальные идеи, мы расскажем в следующей программе. Музыка 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 Продолжение следует...